Друзья, мы с вами в нашей родной Сибири, в России. Пробуждаемся ли мы к тому, чтобы стать единой человеческой семьёй? Наша международная семья, земля, наш общий дом представляет свои образы и коллективные действия на пути к новому миру. Поэтому сейчас пришло время, когда умирает старое, показать параллельно истину законов развития. На нас лежит ответственность за создание будущего, мира, который должен быть совершенно другим, отличающимся от того мира, который существует сейчас. Мы обязаны осуществить важный переход от проявления силы к диалогу, к умению слушать и понимать другого. И тогда мы будем готовы впустить в нашу каждодневную жизнь понятие о том, что каждый человек является творцом, имеющим право творить своё будущее. В моём понятии, мудрость – это понимание, какой следующий шаг надо сделать. Мудрость – это то, что применимо на практике. В наше время требует определиться, встаёте ли вы на путь созидания будущего, совершенно нового будущего. Когда мы направляем внимание на свой внутренний мир, у нас появляется огромная сила, позволяющая осознать, кто мы есть, и творить будущее, как продолжение нашего внутреннего мира. Общество людей То, которое существует, оно не должно существовать. Оно негармонично в своей сути. Оно не может позволять, по тем законам, на которых существует, позволять нормально развиваться человеку. Вопрос. То есть вы говорите о видении лучшего мира. Ответ. Не просто лучшего мира, более осознанного мира. Когда вы стоите на земле, обеспечивая себя, осознавая себя детьми Бога, соблюдая вселенские законы, вы самодостаточны. Вам не нужно правительство и любая система насилия. Проект Новая Земля — это интернациональный проект, который полностью меняет матрицу прошлого и создает новую матрицу мирного сосуществования, самодостаточности и уважения свободы выбора каждого. Мы приглашаем всех здравомыслящих людей к сотрудничеству, в рождении сети духовно-экологических поселений во всем мире. Новые человеческие взаимоотношения являются основой общины на юге Красноярского края. Около трех тысяч человек со всего мира учатся жить и творить вместе, как одна большая семья. Матушка Земля Матушка Земля Порис мира предполагает не обязательно какое-то одно представление о Божьем. Но главная задача на сегодняшний день человечеству — выжить. А для этого надо жить на земле и помогать друг другу своими умениями. Субтитры создавал DimaTorzok